Сегодня многие светилы медицины все чаще говорят, что пик пандемии коронавируса COVID-19 пройден. Новые штаммы хоть и весьма заразны, но зато куда менее смертоносны. Так что COVID со временем станет таким же привычным вирусом для человечества, как и десятки других, с которыми мы научились жить. В Твери открылась мультимедийная выставка «Жизнь с вирусами», разработанная Политехническим музеем совместно с Нацием БИО Госкорпорации Ростех. До 31 января экспозиция будет представлена в парке «Россия. Моя история». А на открытии присутствовала наша съемочная группа. На выставке можно узнать об эпидемиях, которые пережило человечество с древних времен и до наших дней. Здесь портреты известных людей, которые умерли от холеры, чумы и других заболеваний. Сколько, наверное, существует человечество, столько вокруг него существует инфекционная среда. И насколько человек подружился или не подружился с этим огромным биоцинозом, зависит не только его качество жизни, а зачастую зависит его жизнь. Ведь это показали последние годы. Разрабатывать выставку помогали врачи, вирусологи, эпидемиологи и социологи. В основу «Жизнь с вирусами» легла экспозиция, которую Политехнический музей провел в Москве совместно с Национальной иммунобиологической компанией. Эта выставка действительно носит такую просветительскую функцию, очень важную. С другой стороны, чтобы наша аудитория познакомилась еще и с теми огромными, большими, мирового уровня действительно достижения вакцинологии, в эпидемиологии, в части инфекционных заболеваний. Значительная часть выставки посвящена пандемии COVID-19 и тому, как человечество научилось с ней бороться. Также здесь рассказывается о прививках, как о лучшем способе борьбы со смертельными заболеваниями. Стенды о пандемии коронавируса — это видеозаписи, бесед с учеными, фотопроекты о жизни человечества в изоляции, а также записи онлайн-конференции в Zoom, которые стали знакомы каждому из нас. Ведь болезнь оставила отпечаток на всей нашей привычной жизни. Целый стенд посвящен прививкам с инфографикой и схемами. Здесь можно узнать, как создают вакцины и почему прививка от COVID-19 двухкомпонентная. В свою очередь специалисты напоминают, что вакцинация — это лучшая профилактика от коронавируса. Это защитит от серьезного заболевания и осложнений. Не будет более тяжелого течения заболевания. А потом уже непосредственно, когда идет подъем заболеваемости, в общем, по области идет сезон подъема заболеваемости, необходимо защищать себя, чтобы не допустить возникновения заболевания, тем самым не передавать ее другим людям. Кстати, экспозиция обновляется с учетом последних данных. Не так давно в нее добавили блок про вспышку оспы обезьян летом 2022 года. Выставка будет работать до 31 января в мультимедийном парке «Россия. Моя история». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова